Ястреб против Трампа, какие последствия будет иметь отставка Джона Болтона, Европейская правда, Украина, Владимир Дубовик, Юрий Панченко, Европейская правда, Украина 17 сентября 2019 года Прошлой ночью я сообщил Джону Болтону, что в его услугах Белый дом больше не нуждается Я был не согласен со многими его предложениями, как и остальные в администрации Этой записью в Твиттере президент США Дональд Трамп объявил об увольнении своего уже третьего советника по вопросам национальной безопасности Болтон, имеющий устойчивую репутацию ястреба, был назначен на эту должность в марте прошлого года Тогда такое назначение трактовалось как курс на усиление противостояния с осью зла, к которой традиционно причисляют Иран, Северную Корею и РФ Частично эти прогнозы реализовались, в частности, через выход США из ядерной сделки с Ираном Однако советы Болтона в отношении России и Северной Кореи игнорировались с Трампом, что в конечном счете привело к неизбежному расставанию Две версии одного увольнения высокую должность Джону Болтону пророчили уже с первых дней президентства Трампа Впрочем, по мнению автора книги «Огонь и ярость», внутри Белого дома Трампа Майкла Вулфа, препятствием стал внешний вид политика, а, именно, его усы Однако, оценив двух других советников, Трамп был вынужден вернуться к кандидатуре Болтона, который при нынешнем главе Белого дома пока дольше всех занимал должность советника по вопросам нацбезопасности Как известно, первый советник Трампа Майкл Флинн побил антирекорд пребывания на этой должности, а его преемник Герберт Макмастер продержался на ней чуть больше года В то же время расставание с Джоном Болтоном получилось наиболее скандальным В своем твите Трамп недвусмысленно выразил недовольство работой Болтона И поэтому я попросил Джона его отставки, пишет президент США Зато через 12 минут после этого поста Болтона своей странице в Твиттере выдал совсем иную версию, будто бы он сам подал в отставку Вчера вечером я решил уйти в отставку, а президент Трамп сказал, поговорим об этом завтра, пишет он Как бы там ни было, отставку Болтона нельзя назвать неожиданной Среди прочих причин, определенные черты характера Болтона И вопрос даже не в том, что он не был своим в команде Трампа Политик, который всегда был одиночкой, за которым не стояли мощные организации или политические группы Всегда считался человеком гордым, он был бы чужаком в любой команде В конце концов, именно поэтому и предыдущие приходы к власти Джона Болтона оказались непродолжительными В американской политике навыки налаживания социальных отношений давно считаются жизненно необходимыми А с этим умением у экс-советника Трампа были явные проблемы Воинствение Трампа еще важнее то, что взгляды Трампа и его советника во многих внешнеполитических вопросах часто оказывались противоположными Джон Болтон, по сути, остался в администрации Трампа последним представителем идеологии неоконсерваторов Мощные во времена президентства Буша-младшего Согласно этой идеологии, Болтон считал военную мощь последним аргументом В котором США имеют абсолютное преимущество перед всем миром А поэтому стоит как можно чаще использовать этот аргумент Зато Трамп пришел к власти с лозунгом о необходимости сосредоточения внимания Америки на внутренних вопросах и отказа от обременительной помощи союзникам по всему миру Антагонизм между Трампом и его советником особенно ярко проявился в диалоге с северокорейским диктатором Ким Чен Ином Для Болтона, который поддерживал план военного решения этой проблемы Путь дружеских объятий, выбранный Трампом, был абсолютно неприемлем Дошло до смешного Последняя встреча с Ким Чен Ином и визит на 38-ю параллель прошли без Болтона Он срочно был направлен с дипломатической миссией в Монголию Аналогично, с Россией Болтону, который всегда был сторонником ужесточения санкций Приходилось мириться с совершенно противоположной политикой Трампа Политикой, которая била по его репутации ястреба Однако, последней каплей стал Афганистан Анонсированный Трампом вывод американских войск из этой страны Шаг, который не встречает поддержку у подавляющего большинства политиков В придачу президентского советника отстранили от мирных переговоров с талибами Талибан, запрещенная в России организация Примечание редакторов, ими занимается зал Майхалил Зад Дошло до того, что Болтону даже попытались отказать в доступе к дипломатическим отчетам о подготовке переговорной позиции с талибами Наконец, вишенка на торте Трамп пригласил талибов на переговоры в свою резиденцию в Кэмп-Дэвиде Причем прямо накануне очередной годовщины террористической атаки 2001 года Конечно, идея пригласить в Кэмп-Дэвид людей, которые последние 18 лет убивали американцев, вызвала громкое недовольство в США Именно поэтому версия Болтона о добровольной отставке выглядит вполне логичной Дальнейшее пребывание на посту могло окончательно разрушить его репутацию ястреба Четвертый советник я назову нового советника по национальной безопасности на следующей неделе, пишет президент США Стоит отметить, что особенностью его кадровой политики стала непредсказуемость Сейчас в экспертных кругах не существует даже приблизительного представления о том, кто может стать уже четвертым советником Трампа по вопросам национальной безопасности Очевидно лишь одно, столкнувшись со скандалами вокруг разногласий в видении внешней политики со своими предыдущими советниками Трамп будет искать максимально комфортную для себя кандидатуру, чьи взгляды не будут конфликтовать с его собственным видением миссии Америки Последнее крайне важно в контексте приближения президентских выборов Громкие скандалы в команде могут дорого стоить любому И будет ли это означать, что, назначив нового советника, Трамп окончательно избавится от всех препятствий для реализации большого договора с Россией? В том числе, ценой Украины К счастью, оснований для таких пессимистических прогнозов нет Джон Болтон придерживался антироссийских и проукраинских взглядов, которых может быть лишен его преемник Впрочем, даже в таких условиях оснований говорить о внешнеполитическом развороте и отказе от Украины не приходится Консенсус в отношениях РФ Украина уже давно сформирован в Вашингтоне Его придерживаются как сенаторы и конгрессмены обеих партий, так и руководство, как высшего, так и среднего звена, всех силовых ведомств Эти взгляды доминируют в американских медиа, и в конце концов, у значительной части общества Кто бы ни стал новым президентским советником по вопросам нацбезопасности, ему придется это учитывать Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует...